В день памяти одного из толпов и учителей церкви, святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, престольный праздник отмечали в московском храме святителя Григория Неокисарийского на Полянке. В этот день светлый и радостный божественную литургию возглавил епископ Иероним. Храм святителя Григория Неокисарийского, основанный в XV веке, по праву можно назвать одним из самых красивейших в Москве. Вначале он был однопредельным и холодным, но уже в XVIII веке был устроен южный предел во имя святителя Григория Богослова, в котором установили печи. В XIX веке по благословению московского митрополита Филарета был возведен и северный предел боголюбской иконы Божьей Матери. Один из величайших святых церкви, Григорий Назианзин, обладал особым богословским даром постижения тайн Пресвятой Троицы, отчего святителя стали именовать богословом. В день приходского праздника мощи святого вынесли из алтаря, и епископ Иероним отслужил перед ним молебен. И святитель, отче Григория Богословия, моли Бога Бога! Епископ Иероним много лет был дружен с протеереем Михаилом Турчиным, настоятелем храма Николая Чудотворца Вения, у которого хранилась частица мощей святителя Григория Богослова. После смерти отца Михаила вдова передала волдыке Иерониму эту святыню. Момент передачи мощей был ознаменован чудом. В храм пришел некий ювелир Петр, желавший потрудиться во славу Божью, и принес в качестве образца своей работы серебряную шкатулку. В этот момент зазвонили колокола, привезли мощи святого. В этом событии оба его участника увидели знак Божий. Так родился ковчег святителя Григория Богослова, который, безусловно, не без его молитв, естественно, не без чуда Божьего, таким образом попал в храм. Каждый раз я воспринимаю это чудо, каждый раз переживаю его по-новой, удивляюсь даже сейчас, переживая вот эти все события. И благодарю Господа за такое чудо в моей жизни. В своей проповеди владыка Иероним призывал прихожан к деятельному состраданию и активной помощи нуждающимся. Он напомнил всем, что святейший патриарх Кирилл постоянно призывает к активной социальной работе, являющейся богу годной обязанностью православного человека. У нас праздничное настроение, и мы хотели бы поздравить всех телезрителей телеканала «Союз» с Днем памяти святителя Григория Богослова, и пожелать, чтобы по молитвам этого угодника Божия Господь всем даровал здравие телесное и спасение душевное. С праздником! Храни Господь! Субтитры создавал DimaTorzok